Все национальности должны жить мирно, а бороться друг с другом и доказывать, кто сильнее, только на соревнованиях. Такова позиция властей нашего региона. Они посодействовали проведению первого краевого фестиваля национальных и неолимпийских видов спорта. Прошел он в Дворце Дружбы Русь. Состязались в необычных видах представители народов, проживающих на территории Дальнего Востока. Особое внимание зрители проявили к якутской борьбе хапсагай. Парни пытаются повалить друг друга на настил так, чтобы соперник коснулся ковра несколькими частями тела одновременно. Пока что лидируют хабаровчане. Ну, здесь единственное правило, нельзя касаться тремя точками. А так, вольные подсечки, движения, сбросы какие-то. Любые движения, главное, не коснуться тремя точками. Это единственное правило. Сложно было? Ну, поскольку я вольный борец, это не так уж и сложно было. На другой площадке состязаются в маст-рестлинге, перетягивании палки. Здесь якутские спортсмены впереди. Бывает такое, что человек вроде сухой, побеждает человека здорового очень? Бывали такие случаи, да. Как они это делают? Например, сейчас у меня килограмм 60, у него было килограмм 70, например. Я выиграл. Почему вот получилось? Ну, техника еще зависит. В общем зачете фестиваля неолимпийских видов спорта отлично смотрелись представители российской армии. Их специально пригласили на состязание. Физподготовка, физзарядка каждое утро, конечно, помогает. Тело в тонусе, поэтому помогло. Ну, в принципе, здесь ничего такого для тебя сложного нет? Нет, в технике немножко сложного, потому что первый раз, а физически нет. Эти состязания прошли на высочайшем уровне, поэтому в дальнейшем фестиваль из краевого может перерасти в дальневосточный. Я от всей души хотел бы поздравить организаторов, судейский корпус и самих спортсменов с таким неординарным событием у нас в крае. Я думаю, что он положит началу развития таких национальных видов спорта у нас в Хабаровском крае. Мне очень приятно то, что и наши соседи приняли решение и направили свои команды. Республика Сака-Якутия имеется в виду. За то, чтобы национальные виды спорта процветали, Павел Угошин и Василий Ермаков. Программа «Настоящее время».